всем привет я периодически в своих видео показываю наши российские марки которые ну по крайней мере по моему мнению я считаю что стоят вашего внимания и сегодня у меня отдельный обзор чик еще на одну российскую марку эта марка от известного визажиста сергея наумова который работал с многими глянцевыми журналами с нашими звездами работал сама марка создана в 2012 году началось все с помад которые имели успех и сейчас и в этой марке представлено очень много различных косметических средств некоторые из которых я вам сегодня покажу естественно мы с вами их попробуем и сейчас вы можете видеть у меня макияж на лице это макияж созданный с помощью этой косметики косметика это как вы поняли уже профессиональная и относится она к люкс сегменту так как у меня уже были средства от сергея наумова могу сказать что это действительно люксовые средства и здесь с продукты созданы по специальным рецептурам и все продукты имеют уходовые компоненты в своем составе для тех для кого это очень важно эта продукция не тестируется на животных давайте как обычно я все по порядку начну первое что мне хочется вам показать это вот такой консилер для век вы знаете что я люблю консилер и у меня их достаточно много но я их использую не очень экономично поэтому они у быстро заканчиваются и я все время в поиске чего-то действительно стоящего вот этот вот консилер от сергея наумова умудрился меня приятно удивить несмотря на то что обычно я предпочитаю какие-то розоватые оттенки здесь оттенок самый светлый у меня который был который я смогла найти на сайте это x18 он имеет такой желтоватый больше потом но насколько он хорошо ложится под глазами насколько он хорошо растушевывается это консилер ну я бы сказала наверное со средней степенью покрытия потому что если его наслоить он в принципе практически все может скрыть если его нанести одним слоем тоненько то он ляжет вообще легко легко не забивается складочки поэтому для девушек таких как я возрастных очень хорошо подойдет для нас в первую очередь важны средства которые не западают во всякие складочки так вот этот консилер никуда не проваливается как я уже сказала вы все сейчас можете видеть на моем лице хожу с ним целый день я как всегда обязательно все консилеры припудриваю не то чтобы это было прямо необходимо так но это мое предпочтение личное я припудриваю этот консилер в принципе фиксируется можете не припудривать опять-таки он с уходовыми компонентами мне очень нравится как он наносится и даже несмотря на то что я наношу спонжем достаточно немножечко его нанести я его вот так вот по всей поверхности наношу легким слоем можно нанести вот сюда просто в уголок если у вас с остальной зоной нет никаких проблем вам не нужно ничего замазывать то можете просто нанести в уголки там где вот у нас темные круги обычно и этого достаточно все остальное просто аккуратненько растушевывается дальше в общем я его наносила по-разному больше всего мне нравится делать так как я делаю это обычно я наношу его под глаза и на верхнее веко потому что для меня это такая своеобразная основа основа под тени отличный консилер отправляю его в свои любимые консилеры второе средство которое мне довелось попробовать это вот такие румяна жидкие и у меня оттенок и у меня оттенок keep on loving это розовый оттенок опять-таки вы его видеть сейчас у меня на щеках эти румяна когда вы их открываете и наносите я обычно на руку наношу оттуда набираю и на щеки себе на кисть и на щеки люблю наносить румяна кистью и жидкие и сухие и вот когда вы наносите их на руку то они смотрятся вообще как будто бы это блеск для губ и мне кажется этот оттенок вполне можно использовать как помаду такую легкую как какой-то tint и будет хорошо сочетаться с румянцем то есть и румяна и сама помада будет одного цвета оттенок очень нежный оттенок очень мягкий такой розовенький отлично будет на лето смотреться наносится без проблем носятся они целый день и никуда не исчезают в жару они не проявляются не становится ярче никуда не убегает этой на лето отличный вариант еще они совершенно спокойно наносится поверх пудровых продуктов для меня это очень важно потому что ну я чаще всего использую все-таки пудры на лето не тональные кремы а пудры и поэтому я ценю все то что можно прямо поверх пудры нанести про румяна то же самое могу сказать что продукт удался продукт отличный там еще есть еще есть какие-то оттенки я не помню точно сколько но вот я для себя такой похолоднее выбрала потому что в моей коллекции большинство румян какие-то коралловые персиково-коралловые в общем какого-то такого оттенка а именно просто розовых у меня как раз таки и маловато так что теперь они у меня будут жидкие тени для век конечно на сайте большой выбор оттенков я для себя выбрала вот такие светленькие которые я могу наносить на все века и выбрала я оттенок розовый леопард и я не знаю почему леопард но они действительно очень красивые розовые перламутровые я наношу их на все века что мне в них понравилось они не подчеркивает ну практически не подчеркивают структуру века и это особенно важно для девушек возрастных для тех у кого в принципе само века строение такое что и в 20 лет имеют складочки и какие-то морщинки на веках в общем вот эти тени они структуру не подчеркивают и даже с течением времени приноски они не собираются в складках вот вы сейчас видите макияж которому уже часа четыре и ну как видите у меня все сохранилось все в порядке они очень стойкие есть время чтобы их хорошенечко растушевать то есть они не сразу намертво схватываются и я еще от себя лично один совет дам и я уже о нем говорила но я думаю не лишним будет напомнить если вы хотите чтобы вот такие вот блестящие жидкие тени не подчеркивали структуру века то стоит их наносить кистью то есть не втирайте их пальцем века потому что чем больше вы втираете тем больше вы подчеркиваете вот все вот эти ваши складочки и морщинки наносите кистью эти тени я наношу кистью для консилера идеально наносится идеально растушевывается какие-то тени могу плоской кистью синтетической наносить ну то есть зависимости от того как и какой у меня продукт так я и наношу стойкость на целый день смотрятся красиво розовато перламутровый для меня это вот один из таких базовых оттенков потому что во всех палетках в первую очередь у меня заканчиваются именно вот такие базовые оттенки я их всегда наношу от и до то есть от подвижного века до брови и поэтому очень быстро они расходуются ну и конечно я не могла удержаться и не заказать себе подводку для век но вы же понимаете я тот самый человек который рисует стрелки ежедневно и я люблю всякие подводки я постоянно экспериментирую что-то покупаю и в этот раз я для себя выбрала вы знаете у меня черных за последнее время столько подводок куплено что просто пользоваться не перепользоваться всеми поэтому я для себя выбрала коричневый цвет сейчас он у меня на глазах мне очень понравился коричневый оттенок именно вот в этой подводки потому что он такой горького шоколада оттенок это именно тот оттенок который я предпочитаю в коричневом цвете чтобы он именно вот в такой темный шоколад уходил подводка с тоненькой кисточкой на конце наносится очень хорошо удобно рисовать знаете что я предпочитаю в подводках чтобы они были вот такие чтобы вот эта часть не была сильно длинной иначе мне просто неудобно рисовать потому что когда подносишь глазу она где-то вот на таком расстоянии мне рисовать неудобно здесь маленькая здесь она компакт ненькая и очень удобно прям вот все 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 уголки прорисовывать и здесь в углу глаза и стрелочку саму рисовать когда я стрелочку рисую я вот такие подводки вот так вот обтираю немножечко и потом уже сам кончик рисую хвостик цвет шикарный подводка отличная стойкая не растекается не и даже в принципе если вы случайно забудете и почешите глаз то ничего страшного не случится она останется на месте эта подводка которой можно пользоваться летом ну и самое говорю главное этот цвет цвет для меня просто изумительный тушь для ресниц это тушь супер черная она идет заявлено как тушь с эффектом накладных ресниц сейчас вы можете у меня видите ее как раз на моих ресничках здесь щеточка силиконовая ну фактически такая вот стандартная силиконовые вот эти щетинки достаточно плотные поэтому очень хорошо захватывает каждую ресничку тушь действительно очень черная и вот на мои тоненькие реснички она ложится ну достаточно мягко я бы не сказала что она на моих ресницах дает эффект именно накладных ресниц скорее она дает эффект таких вот разделенных прокрашенных до самого-самого кончика вот таких ресничек на моих глазах она работает как больше наверно удлиняющая тушь я такие туши и предпочитаю когда они все-таки больше идут на удлинение ну для меня по крайней мере это самое главное разделяет ресницы очень здорово не раздражает вообще глаза для меня это тоже очень важно потому что ну мои глаза могут закапризничать и не всякую тушь принять так же как и подводку хожу с этими продуктами целый день никакого раздражения абсолютно ничего не происходит кстати когда вы краситесь этой тушью прямо немножечко вот так вот подогните реснички и они именно вот в этом состоянии и зафиксируется ресницы не будут таким знаете колом который поднимаешь глаза и прям чувствую что ресницы аж колят века общем эффект вы можете видеть на мне меня вполне устраивает мне очень нравится ну и последний продукт который я вам сегодня покажу это блеск для губ не удивляйтесь у меня сейчас бежевый оттенок обычно вы знаете я предпочитаю все красненькое но у меня ну такое количество красных помад их вам показывала вы видели и я подумала что надо бы мои красненькие помады все-таки периодически чем-то разбавлять тем более сейчас лето тепло и хочется иногда вот какой-то такой нежный образ создать и поэтому я выбрала себе для себя блеск в оттенке made in dance и это такой бежевый блеск он такой степлинкой но в принципе на мне я бы не сказала что он прям теплым смотрится я очень люблю наносить блески вместе с каким-то ярким контуром конечно можно его нанести без контура и он будет вообще нежно нежно и просто будет поблескивать губы я бы этот блеск даже больше бы назвала бальзамом потому что у него такие потрясающие уходовые свойства если я им крашусь то к вечеру мои губы такие как будто бы я вот какую-то маску для губ нанесла или бальзам действительно очень уходовый блестящий красивый у меня четыре где-то часа я вам сказала макияж он на губах видите ну я сейчас только себя на расстоянии вижу ну вроде бы все прилично никуда сильно не убежал но для блеска несколько часов не убегать за контуры это очень много потому что блеск это в принципе сам по себе такой продукт нестойкий в общем из всех продуктов которые я вам показала наверное мои самые любимые это подводка и вот этот блеск он просто невероятный и цвет мне кажется по крайней мере у меня таких очень мало оттенков в общем я сегодня вам показала вот такую нашу российскую люксовую косметику кстати у этой косметики даже и упаковочки все вот и картон хороший действительно соответствует люксовому продукту и вот эти вот сами тюбики они тоже из качественного пластика сделано в общем ничего не могу сказать это люксовая косметика упакована она соответствующие выглядит она соответствующие качество соответствующие ну но и вы сами видите макияж мне очень нравится я вам оставлю под видео ссылочку на официальный сайт конечно эта косметика не только на официальном сайте представлена но там по крайней мере самый большой ассортимент в общем можете сегодня оценить мой макияж как все это смотрится если пользовались этой косметикой пишите свои отзывы что вам больше всего понравилось а у меня на этом все всем пока